Вечером, примерно в 10 часов, в ICQ приходят сообщения, а у меня стоит антиспам-бот. Раз он пишет, спама не будет, но я ошибался. Контакт под никомумерший клоун пишет. Посмотри, не правда ли забавно? И ссылка на фотку. Я поколебался, любопытство взяло своё. И это начало самого худшего кошмара. Перейдя в посылки, я увидел клоуна, который висел без рук и ног над куполом цирка. Мне стало жутко и захотелось блевать. И тот контакт опять пишет, ну как тебе моя фотка? Теперь ты будешь так же висеть. Контакт удалился. Я пытался его добавить, но безрезультатно. Контакта не существует. Подумав, что я засиделся, я лёг спать. Как вдруг из соседней комнаты я услышал шаги и дикий смех. Смех напоминал мне голос клоунов. Меня охватил животный страх. Я закутался под одеяло, как вдруг услышал над собой детский голос. А вот и я, я хочу поиграть с тобой, как со мной поигрались в цирке. Я был дико напуган и решил ударить и убежать. Но там никого не было. Сев за компьютер, я увидел на рабочем столе картинку того самого клоуна, убитого в цирке. И как я не старался закрыть, Windows выдавала ошибку. Я решил, что переночую отца. Но выходя, дверь закрылась, и я не смог её открыть. Как вдруг услышал грохот и плач. Плач был детский, словно младенца обители. Спросив, кто здесь, я лишь услышал следующее. За что? За что вы все со мной-то? Ведь я просто хотел поиграть, а вы? Послышался детский плач. Жалость взяла меня, и я решил обнять его, и заметил, что у него нет ни рук, ни ног. Я ужаснулся, но было поздно. Включился телевизор. Итак, здравствуйте, и сразу к новостям. Сегодня утром было найдено тело убитого мальчишки, висевшего над куполом в цирке, без рук и ног. Кто мог сделать такое, никто не знает. Ни следов, ни крови, ни отпечатков пальцев. Ничего не было найдено. Выключился телевизор. Ну что, зритель, обернись. Ведь этот клоун уже как пять минут стоит с твоей спиной.